всем привет зрители подписчик канала на youtube итак у нас сегодня уже 6 февраля время 3 час я уже приехала с работы и сейчас вылезла на остановку раньше чем обычно выхожу не надо дойти до почты получить письмо только пришло изучение несколько дней назад еще выходные переходами принесли и все некогда получить сходить так тупую на почту на вами такая каша и идет небольшой снежок зашла в белорусскую косметику здесь косметика глаз как видите скупить мыло дегтяр на который меня закончил с которым я мыла голову и умывалась как вам показывала баночку папа и осталось в итоге без него разобрали вот вообще ничего нету поставка будет только в пятницу и это очень обидно и ой 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 печально до пятницы надо как-то я уже настолько меня привыкла к тому много понравилось она ладно даже будем ждать поставки в пятницу сейчас иду в магазин надо будет купить купить что-либо купить серёжа на работу купить закон чего с него здесь просили бананов на вечер также купить за окном на зимняя сказка продолжается уже третий день подряд просто спокойно супер природа супер могу честно и налюбоваться еще и не просто вообще шикарно смотрится на фоне снега всего белого здорово классно красотища уже третий день вам реально не могу налюбоваться снимала бы снимала бы для вас это и для себя соответственно конечно так ну что я давно дома покушала покушали сейчас серёжа серёжа сейчас зале уже начинает одеваться на работу время под часов с ним кстати как-то очень быстро пролетело время я при ну во первых с работы ушла немножко позже не пока доехала до 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 дома зашла в почту магазин буквально несколько минут потом скачала продуктовый магазин зашла в принципе тоже ничего не купила потом показывать не стала только яйца купила кошки корму на серёжу на работу бананов и детям бананов ну и принципе все такое самое основное что надо было домой пришла покушали вот и принципе время пять часов я еще думал что успею добить до одет затем как уйти за детьми в садик приготовить ужин но к сожалению ничего не успеваю ладно уже когда приду будем готовить сегодня на работе у нас был очень такой как сказать не тоже сказать смешной случай но который поставил честно меня в ступор первый раз я с таким столкнулась кто немножко знает курс этой работы что такое когда идет звонок у тебя загружается интерфейс уже с именем человека с именем отчество человека все было вот честно и не русскими на которые просто выговаривали по слогам как бы не только этого все то что настолько именно не выговариваем и и по буквам потому что бывали такие буквы чтобы правильно так если имена где тут там к рыбры как бы все идут согласные что вы просто выговорить одним махом просто невозможно но сегодня было из ряда вон выходящий случай у меня я начала разговаривать с клиентом это все происходит очень очень быстро при того появляется данные клиента то есть имя имя и отчество его представляешься меня зовут татьяна двербанк и так далее могу ли я поговорить и когда я призвала эту срочку поговорить я понимаю что я ступила такой стал такой ступор имя клиента чё дура владимировна конечно когда с нормальной адекватной головой как это уже не спешки это пройдешь ты понимаешь что ударение в этом имя идет на а чё дура но в тот момент когда ты чё надо поскорее назвать это имя клиента так уже сама представилась я просто стало ступор и даже не могла честно мне было это неудобно произнести не дай бог это имя неправильно потому что произнести можно все как угодно и чё дура и чё дура как бы и поэтому как бы было настолько неловкий момент я предка я произнесла это имя это имя я хотела извиниться перед конечно перед клиентом и узнать правильно ли я вообще произнесла его но к сожалению к моему счастью наверное да не к сожалению а к моему счастью произошел срыв звонка на линии я просто стояла минутные минуты две после этого просто смотрела на экран и не могла понять как вообще когда я уже в нормальном таком состоянии поняла что имя именно чё дура чё дура чё дура чё дура чё дура вот я честно даже не знаю то ли чё дура то ли на о то ли на а напишите комментарии кто может быть в жизни сталкивался с таким имени для меня это точно было впервые из меня это честно немножко подверг повергла в шок именно из того что я никогда с таким именем жизни не сталкивалась и просто когда это надо произнести еще очень-очень быстро ты не знаешь на какой слог правильно поставить ударение чтобы во первых не оскорбить соответственно клиента да и самой как-то неудобно просто произнести такое имя неправильно это считается просто не то что оскорблением конечно не было никакой ошибки потому что естественно это имя человека на плане того что отчество было наше русская владимировна абсолютно нормальное отчество распространенное поэтому сейчас честно даже поищу в интернете откуда это имя родом мне просто очень даже интересно на что ставится ударение на о чё дура и чё дура как правильно это произносится ну короче как то так смешной и забавный случай потому что для меня это было ведь как-то знаю даже совсем приятно озвучивать тоже не зала как правильно произнести это имя ку-ку я горжу собирать на работу лежит на диване сейчас 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 еще есть время да так ладно я наверное сейчас постараюсь снять не знаю сейчас постараюсь или когда уже приду с детьми ну это не по моей линии по ней не камеры пришла не издевайся надо мной я человек пришла такой обещание как из кухни больше не выходила у нас тут уже развлекается если там смотришь как ладно сейчас что-нибудь придумаю или сейчас сниму если успею или же попозже сегодня нас владик встречает аниме владика всем привет или ушкин чем привет тогда села даже дома расскажите про театр у нас маму ведь батарейка на телефоне это же на морозе вообще вырубиться пойдемте театр был сюда сопротивляться расскажите как заводик школе лайк наши пять с опозданием дежурил второй день подряд кто попросил а ты за девочку дежурил молодец то пила была опера карта была он не умел читать вот вижу плохо не умеет читать дай не умеет надо учиться читать да илюша полон хорошо уже и вероники тоже начинает чуть буквы хорошо чтобы лучше читать то вероника чтобы таким пиратом не умеет конечно ты можешь читать естественно памяти да много букв знаешь надо знать все чтобы читать пришли мы домой садика у детей перекус перед ужином начну готовить ужин илья у нас самостоятельный молодой человек сам делает себе чай достал кружку подогрел себе воду микроволновки на линз кувшина поставил микроволновку на минуту подогрел сам открыл пакетик чаем теперь стоит заваривает да самостоятельный человечек у меня вероника сама досталась и сметану из холодильника напомогла мама мазать это что она начала ошибаться намазала на тарелку что оставшиеся блины я размазала и по ее блину ну ничего станут сюда доедите их и какая разница с ничего с ними не случится приготовлюсь блины ну завтра не знаю может не затраты приготовлю сложилось и блинчик как и удобно кушать вот так вот вот так вот мы умеем самостоятельный ребенок все сам печать делать я тебе делаем чай аккуратно одну ложку или много сахара не клади и ничего полезного там сахара нет все нет все размешивая хватит илья много чуть-чуть совсем все размешивайте к начала готовить уже ужин на ужин все вообще думать за тушеную капусту но дети попросили приготовить картошку поэтому поставила варить картошку делать пюре также поставила белый хлеб печься уже стоит 2 часа и размораживается у меня мясо у меня здесь мясо немножко индейки и курицы вообще долго думала готовить веснова сначала думала может мясо потушить но в итоге они сказали что мы будем есть то что ели вчера куриные растрепки у меня осталась маленькая курица остался маленький кусочек филе индейки поэтому я решила все соединить сейчас порежу на маленькие маленькие кусочки и буду все это жарить принципе также как вчера детям очень очень нравится легко приготовлением не занимает много времени самое главное заранее разморозить мясо же я выложила уже его поздно не планировал скажем так его готовить но дети попросили ладно пускай кушать на здоровье вы сыты а то есть начнется это не хочу это не буду попросили едят я начинаю пропылесосить павла уже обувь супер на пропылесосить хотя бы коридор и зал прихожую и зал и убрать нашими кошками туалет это какой-то кошмар не успеваешь просто не успеваешь за ним нет наполнителя не знаю на что-то искать оптимальный какой-то вариант искать на по оптимальный наполнитель на ноги ноги советовали различные наполнителя ну вот честно я на не такого наполнителя когда была полностью на данный момент довольно сейчас эти две кошки и в туалет не ходит два раза боль больше соответственно кстати еще такой вопрос к нашим подписчикам у кого были маленькие котята кто занимается этим постоянно ли у вас у кошек стоит еда в миске честно мне не жалко еду но у меня такое ощущение что вера наша муся очень много ест она съедает она подъедает за нашей кошкой она летит тарелки она ест даже блины она и то есть на есть все абсолютно всеядная кошка все же мне кажется что при постоянно есть это вредность на кошке и даже если как говорится что-то еды миски нету то она найдет что-нибудь по есть вчера когда приготовила куриные растрёпки поставил их осужать на окно перейти к курать холодильник так мы все умудрилась залезем чашку достали оттуда растрёпку сперла и съела да кстати так началась наполнителя не закончила мысль хотя бы нам на три-четыре полноценных дня хватало единственно когда селька гель который просто реально супер мне нравится но цена его почти сейчас 400 300 чем-то рук 400 что-то такое мне кажется это слишком дорого для наполнителя владюш все сделал все ну куда ты топчешь целый блин ну куда ты вот его запихиваешь руки мой давай проверять можно руки мой давай поэтому еще оптимальные варианты владыкс у нас сделал такие подделки из бумаги у нас рыбка и пингвин играла черт пингвин такого цвета а то что оставалось там плачок бумаги нам сказали использовать ее я решил сделать такого пингвина ау-вау-вау-вау пингвин падает не стоит лазик убирать кухне стартому комнату к себе хорошо у нас потише 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 у меня жарится даже дожариваются еще мама мама разберет вам пока есть не будет доченька мама есть не будь мама похоже ну хорошо пускай там лежит мама то есть попозже у меня дожаривается еще раз тепки куриные и также поставила варить свеклу завтра будем готовить арбуз летом арбуз будет да так накладывайте себе илюшенька берите берите солнышко здравствуйте еще раз большим удовольствием и люблю уже и что-то тебя садики не дают дома дома готовит это как советские кушке приятного аппетита принцесса наша помылась и забралась уже в кровать спать устала доченька на сегодня умолилась моя кнопочка маленькая ложись говори всем поспокойной ночи всем пока всем пока я буду укладывать мальчишек по кровати вот так вот тебе приду хорошо мальчика сейчас ты мальчишка положу кровать и придется писать сказку хорошо ладно мой солнышко кто у нас там байкодировался а кто завернулся в одеяло и илюшкин а подушка чего в стороне и так все пони баловаться давайте ложиться спать вероника нашу кроватки все поняли оставляйте ему комментарии он завтра будет на них отвечать все до встречи всем пока все до встречи всем пока не забывайте комментарии ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на наш канал всем до встречи всем пока у мальчика у мальчика у мальчика у мальчика в классе это дни рождения так все пошла я как здесь у вас будет 1 марта день рождения а у вашего владика все поняла 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 все так да извините про чужие дни рождения не помню всем хорошего настроения всем пока у меня с вами завтра уже 7 февраля пока 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 первый день зимы